так мы в эфире по свету сейчас немножко поправлю так ждем пока кто-то присоединится хотя бы немножко сегодня мы с вами будем работать жесткими и мягкими системами буду показывать совмещение гелевое совмещение с лаком эта схема нужна для того чтобы у нас у клиентов которые носят гель-лак можно было сделать тоже укрепление свободного края чтобы он был пожестче и более носибельным это нужно в два в двух случаях так скажем в первом случае если мастер еще пока не работает с гелем это будет первое знакомство я сейчас покажу вот и второй случай очень распространенный когда у нас у клиентов очень мягкая влажная ногтевая пластина где гель поставить в чистом виде мы не можем но у нас свободный край очень тоже подвижный хрупкий то есть гель-лаковое покрытие она на влажных ногтях будет хорошо стоять но на торцах она будет плохо держаться и вот в таких случаях чаще всего мы применяем как раз совмещение мягких и жестких систем показывать буду на себе работать будем сегодня не обычными гелями а гелями желе у нас их два вида я покажу здравствуйте татьяна здравствуйте вот и поработаем гель-лаковой системой базами гамма бейс гель яркими красивыми я уже показывала на эфире их как-то были они у нас в чистом виде сегодня в совмещении мы с вами поработаем и это я бы сказала такой способ сделать покрытие быстрее когда у нас и скульптура и цвет в одном флаконе это очень ускоряет мастер нужно помещение с жесткими системами это всегда будет ну какой-то минимальный опил на это потребуется время и поэтому как раз я рекомендую совмещать с укреплением гелем именно такие базы которые можно положить сразу как и вот и как раз нюансы покажу как они работают так ну что же для сейчас присоединился и видит меня впервые я представлюсь меня зовут Юлия Бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей в городе Воронеж и творческий партнер компании Эмми переворачиваю камеру буду показывать сейчас материалы которыми мы будем сегодня проводить каждый раз переворот камеры так соединение у меня как всегда почему-то именно ВК очень сильно прыгает я надеюсь эфир мы проведем до конца и ничего у нас не случится и он сохранится поэтому работать будем быстро емко максимально чтобы все у нас поместилось так смотрите гамма бейс гель это в данных расцветках это жесткие базы и в чистом нанесении клиентам да их можно делать только если у клиента очень крепкая здоровая плотная ногтевая пластина в принципе как и все гель-лаковые системы они идут на короткие здоровые плотные ногти вот если же у клиентов очень скажем так мягкие эластичные ногти главное что не сухие на сухую ногтевую пластину не рекомендую ставить базы гель-лак вообще потому что они будут вытягивать влагу из ногтя дополнительно и иссушать ее это вредит ногтевой пластине и может привести даже к аллергическим реакциям через какое-то время поэтому понимаем что базы гель-лак это либо нормальная плотная ногтевая пластина либо это совмещение с жестким системами на влажную ногтевую пластину на тонкую можно относила 4 недели очень все норм стоит без сколов да они жесткие хорошо стоят в принципе просто нужно понимать на какую ногтевую пластина можно ставить на какую не стоит так и уже в начале проговорила давайте еще раз проговорю момент зачем нам нужно совмещение вроде бы базы жесткие тогда вот но тем не менее иногда нам нужно совмещение с жесткой системой классической с гелевой классической системы для чего для того чтобы ну во-первых гель-лаковая система это вот как есть так и по крылью у нас нет возможности достроить углы укрепить их должным образом сделать форму более красивой вот поэтому здесь на помощь нам придет как раз гелевая система я взяла деле желе у нас их два натурал композит гель и soft pink ли в каких случаях я совмещаю когда у меня у клиента очень влажная ногтевая пластина тонкая ногтевая пластина как правило да и свободный край ходит ходуном просто гелевой системой мы не можем укрепить и жесткими базами в чистом виде тоже не можем укрепить потому что ногтевая пластина тонкая она ходит ходуном да вот нам обязательно гель-лаковая система нужна потому что это пористая но в чистом виде она не удержит такую ногтевую пластину вот на влажные ногтевые пластины я рекомендую делать совмещение то есть свободный где-то от подушечек пальцев примерно до или от вростов можно до свободного края мы делаем укрепление гелем с возможностью как раз исправить все недочеты все дефекты ногтевой пластины например смотрите вот у меня если посмотреть на этот ноготь он вот это вот последняя фаланга у него уходит так секунду уходит в эту сторону и ну как бы четкого красивого квадрата здесь не получится а клиент хочет что нам просто гель-лаков если мы это все покроем то ну вот как есть будет и данным чтобы немножечко выровнять этот скажем так углу ту сторону да нам надо будет убрать длину а клиент хочет ее сохранить что тогда тогда мы как раз с вами делаем укрепление и восстановление свободного края а сверху уже модель базой гель-лаков которая в самой влажной части ногтевой пластины будет хорошо стоять и через себя пропускать так всю лишнюю влагу вот но при этом свободный край у нас будет очень хорошо подкреплен вот такое совмещение иногда она нам все-таки требуется на некоторых клиентах да и я сегодня взяла натурал композит гель и софт пинга желе гель как раз для того чтобы вы посмотрели их консистенции и как с ними работать ну цвету композит геля такой слегка натуральный как бы оттенок ногтя слегка желтоватый здесь он очень плотный скажем так на ногте будет чуть-чуть не такой яркий но тем не менее он дает желтизну вот вот такой гель софт пинга желе он прям розовый поэтому ну по моему мнению ни один ни другой гель не сильно это похож на натуральную пластину вот этот слишком желтый этот слишком розовый поэтому так как это оба геля желе я их просто смешиваю до той консистенции которая мне нужна и получается ну нечто среднее я уже вот здесь вот намешала вот такой оттенок мне приятен мне он нравится и по консистенции он остается таким же вот поэтому и мы и будем укреплять достраивать углы до квадратика и пусть немножечко возвращать нашу вот эту вот уклон в другую сторону то так по подготовке что делаем как обычно стандартная подготовка здесь я уже сняла покрытие единственное только что мне осталось это зашлифовать ногтевую пластину я это делаю бафом не пилкой вот если кстати влажная ногтевая пластина очень сильный гипергидроз тогда рекомендую именно пилку но желательно ну вот 100 на 180 ну вот по мягче белая серые не берем они очень жесткие если серые тогда для натуральных на 240 вот белые они помягче у нас поэтому 180 она прям такая деликатная ей можно работать при гипергидрозе во всех остальных случаях я ну скажем так не любительница формировать ногтевую пластину поэтому работаю бафом то есть от одного бокового валика вдоль кутикулы и спускаюсь хорошо по другому и середину прохожусь вниз если вдруг где-то меня не доработаны зоны синусов я могу уголочком вот такими движениями их проработать дальше этого будет достаточно потому что мы еще плюс обрабатываем ногтевую пластину так или иначе все равно фрезами поэтому этого будет достаточно по форме смотрите я сейчас не трогаю я не трачу на это время совершенно дальше у нас идет дегидратор дегидратор на нормальную ногтевую пластину только в зону кутикулы при покрытии гель-лаком при совмещении рекомендую на всю ногтевую пластину тем более если у нас очень сильно гипергидрозный ноготь очень сильно гипергидрозные ногти еще желательно конечно закрывать базой сразу по одному пальцу то есть вы дегидрировали и сразу ставим базу тонкий слой почему потому что пока мы пройдемся все 10 пальчиков у нас влага опять выступит поэтому вот этот момент имейте ввиду тоже у меня опять скачет соединение пожалуйста накидайте мне каких-нибудь акций что вы меня слышите и видите отлично супер продолжаем дегидрирую здесь сейчас на всю ногтевую пластину работает дегидратор да это обезжириватель достаточно сильный мощный он работает буквально за 3-4 секунды и испаряется с поверхности то есть бояться что от него будет какая-то аллергическая реакция что он попадет на кожу не стоит наоборот при гипергидрозе он еще и хорошо подсушит так и далее будем пользоваться бейс гель это база гель-лак достаточно тонко ложится очень хорошая сцепка у нее поэтому на совмещение она прекрасно подходит тоненьким слоем наносим максимально близко к кутикулям хорошо прорабатывая боковые линии ногтя все теперь это сушим и будем работать теперь гелем желе здесь есть тоже свои особенности он не самовыравнивается поэтому нужно уметь его раскладывать именно сейчас я немножко подвину сейчас возьму кисти которые могут с вами работать это может быть три кисти сразу вот так то есть плоская линярка и такой вот типа колонка что-то либо мы можем вот эту кисть убрать и работать только вот этими двумя так смотрите что я рекомендую сделать в первую очередь в первую очередь я рекомендую достроить недостающую вот если мы посмотрим да по центральной оси у меня пальчик последнего фаланга уходит влево до влево так скажем от меня а вот соответственно вот эта правая сторона у меня недостающая если я буду сейчас до квадрата достраивает то это вот вот примерно вот так получится да вот ее сейчас я сразу дострою уголочек как набираю смотрите кисточку окунаю завертела и об край немножечко вытерла вот все этого будет достаточно немножечко на ноготочек укладываю и сейчас отсюда вы смотрите я буду как бы выдергивающими такими движениями в уголочек вводить материал с одной стороны и немножечко с другой стороны тоже сделать то есть на ноготочек выложила материал и таким выдергивающими движениями увела материал в бочок с этой стороны мне нужно меньше с этой больше я сейчас это подсушу немного и далее мы уже укрепим весь торец и даже будет возможность его поджать потому что это жесткий материал торец будет полностью укрыт этим жестким материалом и можно будет поджать поджимать я люблю вот такими прищепками так немножечко подсушили продолжаем дальше и сейчас беру чуть больше укладываю вот таким образом на ноготочек здесь главное не прожимать сильно материал не жать на него но вот такими движениями легкими подкручивающим по поверхности его растягивать в одну сторону в другую сторону так как он не выравнивается да то есть чтобы у нас не оставалось каких-то сильных полосок вмятин от геля желе мы вот таким образом его распределяем прям буквально так парочную моделируем ну пока пока нет если план раскрытия на этот месяц то там в основном будет коррекция будет моделирование на следующий эфир будет моделирование миндаля вот но такой не классический а слегка арочный то есть не прям арки арки а такое что-то между ну как сейчас популярно вот так смотрите вот вот здесь у нас такой наплыв геля его оставлять ни в коем случае нельзя поэтому прям по поверхности сейчас развернусь и вот здесь вот тоже видите нужно заполнить разворачиваюсь подтягиваю я работаю прям по воздуху и легкими движениями я тяну материал нижнюю часть и в боковую расширяя ноготочек доделывая по форме квадрат если чуть-чуть прикоснулись к варикам у меня здесь объемные валики ничего страшного гель хорошо опилится почему я здесь не взяла например акригель или полигель потому что гелевая система более жесткая и она не будет стираться с торцов то есть клиент как ушел с четким квадратом так и вернется с четким квадратом вот так доделали да давайте посмотрим но здесь по длине немножечко потом приберется все вот это сушим сейчас сушь буквально 10 секундочек если у вас мощная лампа у меня имя она очень мощная вот если у вас сами то где-то минут секунд 15-20 и поджимаем немножечко чтобы наш квадратик был чуть чуть поуже я не люблю лопаточки я люблю чуть поуже вот делаем это от подушечек пальцев только свободный край ножка здесь и сейчас посмотрим если он поджался так что у нас где-то там провальчик образовался можно как раз его доложить так вот по поводу акригеля полигеля они до жесткая система но они стираются они пористые соответственно если мы делаем акригелем полигелем квадрат то клиент приходит с толстыми торцами и скругленными углами если вы делали так вы скорее всего замечали а вот гелевая система она будет более стабильно потому что более жестко давайте посмотрим теперь так ну небольшой провальчик у меня образовался с вот этой стороны я его сейчас чуть-чуть точечно доложу а так у нас здесь еще будет опил все теперь я сушу ну и желательно просушить не меньше минуты вот для тех кто только что просить мы с вами совмещение мягких и жестких тем добрый день марина вот делаем мы это с помощью геля желе я я здесь показала два геля желе который у нас есть это натурал композит он такой вот желтого оттенка но считается что он цвет натурального ногтя и soft pink желе он розового оттенка по мне ни один ни другой допустим мне не нравится и я легко их смешиваю в отдельной баночке до нужной консистенции получая тот оттенок который мне нужен оттенка я считаю что он и под камуфляже больше подходит более нейтральный вот и глазу приятен так скажем вот дальше совмещать мы это будем с вами после опила уже с гамма бейс то такое укрепление особенно хорошо она на влажные ногти когда у нас очень подвижная вот здесь вот влажная зона здесь обязательно кислые материалы нужно поставить то есть базу но при этом у нас очень подвижная свободный край да просто база его не удержит ну и плюс мы можем доработать с вами по форме вот в таком случае я рекомендую делать совмещение мягких и жестких систем обезжириваю и немножечко сейчас произведен опил именно торца начисто далее мы уже работать будем базами так сейчас прочитаем а если композит гель совместить с любым другим камуфлирующим гелем не желе возможно такое так вы имеете ввиду смешать можно смешать но смотрите если у вас например гель желе ну в данном композит он очень густой вы добавляете любой другой гель который нежели он немножечко его начинает разжижать вот просто имейте ввиду смешать и достроить углы то можно можно я в принципе так иногда делаю я с молочным например смешивала когда мне нужно было я смешивала сразу три я soft pink желе смешивала натурал композит и soft milky white молочный смешивала он чуть жиже получается но оттенок более приятный то есть принципе можете но единственное что смотрите у меня они все одной фирмы соответственно я легко это делаю не боюсь что у меня что-то пойдет не так да вот поэтому здесь нужно если у вас разные фирмы гелий нужно проэкспериментировать вот вот эту границу обязательно нам эту неровность нужно тоже спилить прям ровненько пилочку подставляем из до свободного края идем ровными такими полосочками вот те кто не владеет опилом да главное здесь фишка в том что не поворачиваем пилку на угол иначе мы наши ровные углы снесем а пил только по прямой просто верьте мне ножичка ноготь и пилку положение пилки неважно чем вы укрепляете а при гелем полигелем или гелем до гелем желе опил должен быть ровненький он любом случае будет присутствовать поэтому не пугаемся пилить но нужно просто на покрытие гель лаком уже ни один мастер не вывезет вот потому что к сожалению у нас все меньше и меньше клиентов с хорошими крепкими ногтевыми пластинами их все равно нужно где-то достраивать где-то укреплять так мы сейчас делаем начисто вот эту границу тоже нам нужно с вами сравнять то есть сделать так чтобы нам ничего не мешало рот красиво положить базу но при этом мы с вами исправили немножечко архитектуру ногтя вот теперь я уже убираю длину с учетом того что сейчас переверну с учетом того что мы достраивали с вами убираю длину немножечко прорабатываю нижние параллельки чтоб все ровненько красиво было боковые еще немного спущу здесь ровненько потому что у нас еще все равно здесь объем от гель-лака будет и смотрите вот мы с вами достраивали у нас вот здесь вот такая толщина получилось там и вот этот вот угол прям достроили конечно это нужно сейчас на этом этапе убрать с внутренней стороны фрезой я это делаю твердо с плавными фрезами сейчас немножечко пошумим с вами на высоких оборотах под 40 градусов давайте чуть-чуть и так сделаем чтоб вам тоже было видно и вынимаю вот эту вот толщину сначала с этой стороны как прерывается у меня связь и теперь с этой стороны все таки это не деливая полностью укрепление а совмещение но никаких ступенечек не должно быть все обезжириваем и с внутренней стороны везде хорошо убираем пыль достроили наш квадратик укрепили наш торец от в ростов до свободного края жесткий хороший все здесь с ним в порядке и дальше мы уже будем работать гамма бейс я сегодня выбрала вот такой оттенок всего у меня их 4 но на самом деле их вышло очень большое количество кстати все их можно приобрести на и мешок . ру на официальном сайте у официальных дистрибьюторах в ваших городах и если у вас нет дистрибьюции официальной то можно на озон и вал берез сейчас уже на маркетплейсах тоже доступны так как действуем смотрите я делаю это в два этапа первый этап будет с легким выравниванием стараемся уходить от толщины особенно кислыми материалами потому что все таки сейчас очень много случается аллергических реакций у клиентов поэтому стараемся уходить уходить от шоу объема кислоты на сейчас я вот здесь вот вытру еще разочек вот поэтому стараемся более тонкие слои первый слой промазывающий я как можно ближе к кутикуле но под кутикулу не веду сейчас хорошо прорабатываю боковые линии теперь беру небольшую капельку вот эти посмотреть видится он у нас геля получился немножечко вздернуты вот это вот ямочка единственно что нам нужно с вами сейчас это ямочку заполнить это и будет наше выравнивание то есть никакого вот из изгиба мы здесь строить с вами не будем я набираю небольшую каплю ставлю ее в серединку и увожу все помогаю от углов тоже разравняться конечно я переверну сейчас для того чтобы он сцентровался от кутикулы тоже стараемся увести материал там не нужен нам объем там укрепление нам не нужно переверну сейчас да и помогу ему немножечко под выровняться но уже без камеры простите но все я думаю понимают что я сейчас буду делать я помогать капли много центроваться и особенно от углов тоже вот что у нас получилось тонкой кисточкой можно прям вот так вот немножечко от уголкова так собрать этого достаточно сушим просушиваем сейчас смотрите торцы углы зона кутикулы боковые немножечко у меня получились слегка полупрозрачные правильно вот потому что естественно в момент выравнивания у меня материал оттуда начал стекать именно поэтому я делаю в два этапа то есть первый этап это с выравниванием а второй этап как цветом тонко пром прокрашу весь периметр и докрашу там где мне не хватает беру небольшое количество прям хорошо расплющиваю кисть и довожу до боковых линий ближе теку консистенция у них очень хорошая она и не растекается но при этом очень хорошо ложится и вниз от кутикулы легкими движениями старайтесь не давить на кисть вообще в принципе никогда когда работаете материалами стараемся легонечко легонечко его раскладывать и гель и гель-лак не важно что так и единственно что вот сейчас тонкой кистью я немножечко от уголочков вот соберу все наши с вами укрепление очень быстро на самом сегодня эфир получился достаточно простая схема укрепления для которой я взяла геля желе почему потому что они отличаются по жесткости от акригели и полигели еще раз проговорю этот момент дизайн ну смотрите в принципе мы конечно можем какой-то шермикон сейчас сделать но на такие яркие я не очень люблю дизайны вот но можно можно сделать его матовый например давайте время у нас остается сейчас я что-нибудь достану пока обязательно две минуты окончательная потому что сильно пигментированные базы они должны их хорошо просохнуть и вообще в принципе старайтесь не экономить время на просушки потому что материалы пористые они могут не схватываться до конца на молекулярном уровне и мигрировать в ногтевую пластину и это может привести опять же к аллергическим реакциям что у меня есть за дизайн и под рукой опять же здесь шермиконы скорее всего можно конечно сделать какой-нибудь стемпинг но по мне так ноготочек коротковат для стемпинга все же просушили сейчас мы с вами посмотрим что именно здесь можно именно здесь можно применить вот смотрите есть у меня вот такие шарми кончики длинные прям на весь ноготь станет либо вот так вот серебром так либо либо вот такой вот квадратик с белым достаточно хорошо сюда подойдет и с золотистой надписью давайте вот так с вами сделаем вот здесь прям можно обезжирить не перекрывать т классом а сразу наклеить шарми кончик любите ли вы дизайнов все таки да я смотрю хоть что-нибудь но нужно обязательно сделать так отклеила посерединочки сейчас я постараюсь прикрепить так вроде бы да вроде середина очень хорошо прижимаем везде чтоб хорошо хорошо у нас все прижалось и ничего не поднялось так дальше можно сразу перекрыть топом вельвет матовым хорошо тоже проработываем зону кутикулы и боковые линии сушим я очень люблю матовый топ совмещать с глянцем да на матовом матовый топ на ярких да он очень круто смотрится и мы с вами проработаем сам дизайн именно глянцем очень когда у нас матовый с глянцем пересекаются здесь нужно будет как раз вот тоненькая кисточка дизайн будет более выразительный я прям ставлю капельку на белый квадратик прорабатываю сейчас пока только белый квадратик так еще немножечко возьму маловато мне много сразу не берите потому что ультрашайн он жидкий так и теперь так как я взяла тонкую кисть специально вот сейчас проработаю быстренько золото пусть будет поярче да прям ну не сказать что я прям сильно сейчас стараюсь примерно действую по линиям вот тут чуть-чуть выходит тоже я выйду немножечко вот здесь немножечко выходит я тоже выйду и по перышку так все сушим вот такой вот очень быстрый дизайн у нас с вами получился марина марина спасибо что заставили сделать меня дизайн я конечно не любительница на короткие ногти дизайн но в принципе здесь он красиво смотрится согласна с вами сейчас послушаем обработаем маслечко моим любимым розовым люблю я все розовое поэтому масло тоже розовое так и посмотрим вместе что у нас а кстати фишечка одна последняя самая последняя как раз после того как у нас финиш высох я всегда подпиливаю еще торец немного для четкости всегда после геля после гель-лака неважно всегда подпиливаю торец вот такой дизайн у нас с вами получился матовый яркий красивый мы укрепить с вами торец да он прям очень жесткий но при этом верхней части у нас остался кислый материал пористый материал да мы сегодня рассматривали с вами случай если у нас гипергидрозные ногти вот представили что они у меня гипергидрозные и как раз вот поработали с ними вот таким совмещением все уложились все вроде бы у нас до конца дошел наш эфир я очень переживала потому что вконтакте последнее время почему-то не получается до конца довести сделали яркий классный дизайн матовый с глянцем вот всем большое спасибо что были сегодня со мной до следующих встреч а а а а и и